Всем привет! У меня сегодня обычный день, я немного поработала, сейчас время сделать обед, муж где-то бегает, у него год перерыва от работы, поэтому у него много свободного времени и он уже так похудел и даже решил перейти на правильное питание вместе со мной, потому что у меня сейчас обострение гастрита, в общем не буду вдаваться в подробности и мне надо есть все такое нежное. И посмотрите, что мы недавно купили, это электрический гриль, он небольшой, но я вам хочу сказать, что я уже столько всего на нем приготовила, ничего не пристает, мы его купили в Лидле без каких-то там особых ожиданий и вы знаете, очень даже. Здесь у меня огромная миска шпината, я уже как-то показывала вам, как я его готовлю, чтобы шпинат был вкусным, если вы его просто на дух не переносите, то вам даже это не поможет. Я нарезала курочку, у меня обычное филе и покажу, какой приправой я буду пользоваться. Вот когда прям тороплюсь, беру одну, посыпаю быстро на гриль и все, мясо готово и уже слышу, что кипит вода, буду отваривать макароны. У меня цельнозерновые макароны и, конечно, в моем случае лучше было бы использовать обычные, но у меня их даже нет. Вот, поэтому будем надеяться на то, что мое состояние здоровья не ухудшится, но это временно, у меня весной-осенью часто такое, поэтому ничего страшного не происходит, необычного. Вот сейчас буду использовать эту приправу, я ее как-то заказывала на iHerb и она очень вкусная, немножко остренькая и та, которая была для морепродуктов, она прям очень острая, я такую детям не могу давать. Я приготовила рыбку и, к сожалению, они ее не ели. Как только они начали ходить в детский сад, они тут же отказались есть рыбу, потому что услышали, что все дети фу-фу-фу и теперь мои дети не едят рыбу. Вот так бывает. В общем, посыпаю все и просто кладу на гриль. А со шпинатом что я делаю? Значит, здесь у меня разогревается сковородка и я просто выкладываю сюда шпинат, без ничего. Так что я перестаралась с температурой, наверное, надо сделать меньше. Вот, и он сейчас просто завянет, то есть станет в три раза меньше, а то и еще меньше. Вот. У меня нет огромной крышки для того, чтобы это все прикрыть, но если у вас есть большая сковородка и крышка к ней, то обязательно это сделайте. И такой шпинат готовится, ой, я не знаю, буквально две минутки. Как только он завянет, сразу добавим филадельфию и чеснок, еще там 30 секунд и все. Чем дольше вы будете томить его на сковородке, тем более он станет, знаете, таким, как размазня. Я такое не люблю, я люблю ощущать, ой, вообще, смотрю, такой красивый цвет, люблю ощущать вкус еды, чтобы она имела какую-то структуру, что ли. Вот, и вот такой зеленый цвет, мало того, что модный, еще и позитивный. На самом деле осталось вот 100 кашпината. Я немного посолила обычной солью, это муж купил какую-то гималайскую, розовую. Я взяла 4 зубчика чеснока для такого большого количества. Мы не всегда так питаемся, если честно, но я стараюсь, а муж так вообще любит все в панировочных сухарях. Теперь я возьму сырок филадельфия и просто добавлю целую упаковку, потому что я не ем, вот знаете, прям все обезжиренное, такое, без сахара. Я не схожу с ума, есть филадельфия, беру этот. Если нет, то иногда выбираю что-то полегче. Не помню, я сказала или нет, я слила немного сока, который остался от шпината, только потом добавила филадельфию, чеснок, минутка, и все готово. Так выглядит мой обед. Единственное, что я забыла, мне нельзя ничего с перцем. Ну, держу пальцы, чтобы все было нормально, включаю ютуб и наслаждаюсь, не знаю, сколько там у меня есть, минут 20, наверное. Тем временем, пока еще малыши не пришли из садика. Посижу в тишине. Ну как, посмотрю ютуб. И только посмотрите, какая несправедливость. Мне передали огромную коробку зефира из Беларуси, за что огромное спасибо. Я буквально немножко попробовала, потому что от всех сладостей у меня жуткая изжога. Я их еще больше ограничиваю. Ну, хоть бери, да лежи. Настолько это вкусно. И это настоящий зефир, который я помню с детства. Вот эти вот бомбочки вкусные. Я уже всех угощаю. Я уже раздарила все подружкам. Надо будет Насте оставить. Она может есть просто тоннами сладкое. Это же надо иметь такой метаболизм. А я вот смотрю и только облизываюсь. И, наверное, к тому времени, когда я уже поправлюсь, он все-таки подсохнет, знаете. У нас сейчас далеко не весна. Видите, идет снег. У соседей продолжаются ремонтные работы. И мне интересно, когда они все сюда переселятся. Обещают быть весело, потому что практически в каждом доме есть маленькие дети. И уже один раз соседи оставали своих детей у нас. Я как бы не против, но здорово было бы, если бы мы это делали по очереди. И сейчас у нас минус 15, наверное, за окном. Скоро 8 марта. И что-то я, короче, не поняла. Что это? Обычно у нас в это время довольно тепло. А по игуле? Сейчас мы приехали за детками в детский сад. И это частный садик. Видите, такой большой дом. С этой стороны нет дворика, просто какие-то деревья. Но с другой стороны площадка. И мы перенесли сейчас деток, потому что сложно было ездить 2 часа. Там на это все мы тратили. И холодно. Так как? Уф! Вот такой огромный дворик у них с площадкой. Ну как, несмотря с чем сравнивать. Ну просто в Польше частные садики организовывают в таких местах, что просто даже страшно подумать, как там дети вообще помещаются. И как санэпидемстанция это все позволила организовать в таком месте. И я не знаю, то ли это хозяева организовали детский сад, то ли просто кто-то сдал в аренду целый дом. Вот один большой зал. Сейчас их меньше, потому что каникулы. И они в маленьком игровом зале. Кухня. Эй, ракета! Ракета! Ой, как ты разговариваешь, моя кроха! Привет, зайка! А потемать маму? А кто потемает маму? Справа таблица, разные дипломы, но там указано название, поэтому я не буду показывать. Фотографии. Ой, кто так чихает? Наконец-то у нас раздевалка не в проходном коридоре, а такое тоже бывает. У мальчиков каждый день английский. И меня, конечно, удивило то, что Захар начал говорить слова и начал писать по-польски. Выучил быстро буквы в этом садике. Быстрее. Быстрее! Все, прыгай! Мама! Я здесь, я тебя тут жду. Так и живем. Так и два садки. Идем посмотрим. Где твоя тележка, Захар? У каждого своя тележка. Приехали за покупками, да? Ну, давай выбирать сок. Бери, Заки. Я почти победила. Еще осталось заплатить на кассе. Все спаковать. И дождаться папу. Игнат, нельзя. Просто как после войны. Серьезно. Я вам еще не показывалась. У нас сегодня четверг. Следующий день. Очень холодно, поэтому я быстро расскажу, что и как. Мы в качестве исключения с мужем приехали в театр. Ну, то есть как. Мы бы хотели почаще куда-то выбираться, но нам не с кем оставить где-то. И сегодня мама Томика согласилась с ними посидеть, что довольно редко случается. Ну, что прям до поздна. Мы пойдем в театр богателла. И сейчас, не знаю. Томик, куда мы? Что-то покушать? Так, ну, билеты не забрать еще. Билеты за... А, билеты надо забрать, потому что мы купили онлайн. И потом не покушать, а кофе попить, потому что мы не успеваем. Мы находимся почти в центре Кракова. А не помен там, Томик. Хабани аж так близко. И на улице очень холодно, поэтому, простите, я ничего сегодня не смогу поснимать. Буквально вот чуть-чуть. Такая атмосфера, будний день. Все куда-то торопятся, скорее всего, с работы домой. Мне посчастливилось работать дома. И я довольно редко в последнее время где-то бываю. У нас небольшой онлайн-тракт. Представление длится 2 часа, пока Томик пошел в бар. Всего отдыхаю. Такой маленький уютный театр. Мы в последние минуты купили билеты, поэтому сидим на балконе. Но спектакль очень классный, расслабляющий. Едем за паспортом. У нас выдается паспорт маленьким деткам. И потом, когда им... Едем за паспортом. Утро оно такое. Слова не вяжутся, поэтому я с кофе. Ну, знаете, у меня такое кофе в ведро. И при этом вообще там половина молока. Когда Захарка был маленький, ему выдали паспорт. И сейчас ему исполняется 5 лет. Представляете? И надо просто получить новый паспорт. И для того, чтобы подать документы, должны ехать оба родителя. Так что едем. Томик утром тоже ничего не говорит. Голодный мужчина – это неразговорчивый мужчина. Серый Краков. Не знаю, почему я не очень люблю этот район. Домик, как он называется? Рондо Матешно. Рондо Матешно. А вот там дальше, что ты говорила, раньше было там опасно, да? Здесь были разные обменники. И не так-то и безопасно здесь было. Но сейчас нормальный район. Просто он какой-то такой вдертый. Вообще в этом изюм Кракова, но я не всегда в восторге от него. Сейчас мы все чаще и чаще проезжаем мимо Ваула. Он там виднеется в небольшом тумане или смуге. Непонятно. И вы знаете, он очень красивый все-таки. Стоится одним из самых красивых замков в Европе. Ну да. Тут жили обычные люди, которых не было на то стоять. На то, чтобы мешкать в такой каменнице, на то, чтобы им ремонтировать. Всякие фразки, экземсы и так далее. Домик говорит, что в Кракове есть специфическая ситуация из-за евреев, которых выселили, которые убежали и по них получили... Ну то есть остались свободные квартиры в таких красивых домах. Их получили обычные люди с обычными зарплатами. И у них даже нет денег, чтобы это все реставрировать. Да, это в коммунизме было. Поэтому некоторые дома прям вот такие неухоженные. А некоторые специально не реставрируют, потому что в каждый момент, в любой момент может объявиться какой-то еврей, который живет в какой-то другой стране и доказать, что это его дом. И потом как бы государство или кто-то, кто посчитал себя хозяином, останется без вот такого дома. Мы ремонтируем максимально 10 элеваций в ручной. Город ремонтирует, ну то есть власть ремонтирует около 10 таких домов. Как вы можете видеть, в течение года. Это огромные деньги. Но вот не домов, элеваций. Элеваций это трубы и спереди вот это вот все, я так понимаю, да? И, Томак, в этих домах, ты как думаешь, здесь печи или уже центральное обогревание? Вообще уже центральное. Наверное, центральное. А печь это все. Но в некоторых домах вот есть печи прям для того, чтобы топить. И от этого тоже смог в Кракове. Краков находится в яме. Вот, влажность повышенная. И, я не знаю, куда мы едем сейчас. Смотрите, в Польше нет живой очереди. В основном стоят такие автоматы. Приходишь, берешь свой билетик с номером и стоишь, ждешь. Потом на таблице высвечивается номер, и ты приходишь. Нет никаких блатов и всего остального, но... Люди пользуются автоматом, поэтому не будут заниматься очередь. И хотел вам сказать, что такой же автомат стоит в госучреждении, где выдают визы, виды на жительство, и там, где вот я недавно получала свои документы. Там очень много украинцев. И, знаете, я ничего как бы против не имею. Я понимаю, что все люди очень предприимчивые. Но я слышала, что вообще приходишь, короче, номерков нет. В 9 работает госучреждение, а в 10 уже номерков нет. При том, что их там выдается 150, наверное, в день. Может, я целый день в очереди не попасть. Так к чему я? К тому, что некоторые люди с самого утра ходят, набирают там по 30 номерков. Сначала даже их продавали по госучреждениям. Это как бы, ну, вообще, мне кажется, что очень некрасиво. И сейчас люди наши приходят, набирают номерки сразу во все окошко. Некоторые просто так, а некоторые от безысходности, наверное, потому что, ну, где-то что-то спросить. Если в одном окошке не получится, то, может, в информации что-то узнаешь. Ну, понятное дело, разные ситуации бывают. Я сама так делала. Ну, то есть я нашла номерок, кто-то взял, просто его положил. Он ему не пригодился, да? Вот я взяла, пошла в информацию, и, да, мне там тоже помогли. Приняли мои документы, выдали мне все без очереди. Ну, как без очереди, я своего отстояла. Ну, просто я к тому, что если вы приходите куда-то по делу, есть эти номерки, клим, берите только то, что вам надо. Потому что вы можете забрать какой-то билетик, который вам не пригодится, но другому человеку он очень нужен. Муж не в теме, взял номерок, выпил чай, закинул туда билетик и выбросил. Теперь перерыл всю мусорку для того, чтобы отыскать номерок. Потому что я ему доказала, что без номерка нас никто не пустит. Всю жизнь учишься. А это что такое, спросите вы меня? Это называется компромисс. Я хотела в это место купить какое-то красивое кресло, журнальный столик. Но как-то у нас дома не оказалось места для спортивных принадлежностей моего мужа. Я сказала, ну ладно, принеси их сюда, пусть постоят, потом что-то придумаем. И в конечном итоге я начала заниматься здесь. Мне очень удобно. И сегодня один из тех дней, вообще исключение просто, потому что я обычно занимаюсь поздно вечером, днем я занята. Да, в нашей семье сейчас работаю я, об этом как-то чуть позже вам расскажу. И сегодня я решила сделать себе небольшой выходной, потому что как-то сильно загружена была в последнее время. И позанималась днем. Какой же это кайф. Я подумала, что такая простая тренировка, там 40 с чем-то минут займет в общей сложности. И я сделаю еще одну. Ничего подобного я даже не хочу вам показываться. Значит так, я, во-первых, вы спрашиваете, откуда у меня музыка для тренировок. Я просто ввожу Deep House Mix и занимаюсь под эту музыку. Мне очень нравится. Тут бухгалтерская программа. Ненавижу бухгалтерию, но этим кто-то должен заниматься. Я занимаюсь по программе моей любимой Кати. Это платная программа. Это ее сайт. Но у Кати также есть свой канал на YouTube. Я обязательно оставлю вам ссылку внизу. У нее есть бесплатные тренировки. Их миллион. Поэтому, если вы по каким-то причинам не хотите, не можете купить тренировку. Но мне так было гораздо проще. Потому что здесь все структурировано, подобрано так, что я просто включаю тренировку и занимаюсь ровно столько, сколько надо. И самое главное то, что спустя две недели я заметила, что у меня пропадает целлюлит. Вообще, прям тело так подтянулось. Сегодня приехала подружка на кофе, которая не видела меня чуть больше месяца. Она сказала, Оль, ты так похудела. И, конечно, это несомненный плюс. Девчонки, свою спортивную обувь новую я вам покажу в покупках. Но вот этим кроссовкам Рибок уже, я даже не знаю, Сахара еще в планах даже не было, когда я их покупала. То есть, им больше пяти лет. Я в них и бегала. Сейчас они помытые, поэтому занимаюсь дома. И они как новые. Вот серьезные. В спортзале занималась. Что я с ними только не делала. Они вообще в идеальном состоянии. Поэтому второй раз я, конечно же, выбрала Рибок. И сейчас еще кое-что интересное вам покажу. У нас в Польше появился Vogue. Я не планировала его покупать, но муж приобрел, принес, говорит, держи, полистай, ты любишь. Действительно, иногда за границей я покупаю Vogue для того, чтобы, не знаю, рассмотреть рекламу в основном, вдохновиться, впитать все красивости, не более. Я никогда ничего не покупаю из того, что представлено в этом журнале. Но обложка вот показалась мне настолько отталкивающей, настолько непольской. И потом я наткнулась в сети на видео. Ну как, я подписана на блогера, которую зовут Дорота Голдман. В сети она известна как AllFactoria. Если она делает на что-то обзор, то сразу понятно, это будет или бомба, или просто атомная бомба. То есть она разнесет все в пух и прах. Так и было с польским Vogue. Обязательно посмотрите, если вы знаете польский. Лично для меня в своем видео она расставила все точки над И. И второй номер я, возможно, куплю ради интереса. Но это такой скандал сейчас в Польше. Возможно, они этого и хотели добиться в качестве главного фотографа. Они взяли какого-то там немецкого суперфотографа. Дорота об этом рассказывает. Я не хочу повторяться и пересказывать сказанное ею. Но здесь изображены такие символы, от которых поляки хотели бы отказаться. Потому что они настолько сильно связаны с коммунизмом. Это черная Волга. Это не польский автомобиль. И дом культуры тоже, который построили в Варшаве коммунисты в самом центре. И они хотели бы, поляки хотели бы стереть с лица Варшавы этот ужасный дом культуры. И единственное, что классно в этом номере, на обложке именно это две польские топ-модели, которые известны во всем мире. Но я вообще не могла понять, почему здесь... Ну, реклама, понятное дело. Но почему здесь реклама таких бюджетных марок, как Jaya, сейчас вот не найду, да. Но Jaya, Belinda, ну и честно говоря, я просто в шоке. Серьезно, от наполнения. И возможно, так как и говорю, второй раз куплю для того, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Но это совсем не то. Смотрите, пожалуйста, АА. Это тоже бюджетный бренд. Возможно, они хотели бы показать польские бренды, но это вредит люксовым. Короче, я не поняла. Но, кстати, сейчас поеду в Сифору. Мне кое-что надо купить. У нас скидки. Я взяла каталог. В Сифоре всегда рассматриваю новинки. Мне надо быть в теме. Меня кое-что интересует. Но об этом в другом видео. Ко мне пришла посылка из Look Fantastic. И вот там был номер L. Он на английском, чему я очень-очень рада. Потому что, о, новый Си вышел, Армани. Потому что я начала забывать английские девчонки. Представляете, столько лет учить, быть филологом. И я много чего не помню, потому что я не пользуюсь языком. И в самом конце влога давайте посмотрим, что же в коробочке. Это самая классная бьюти-коробочка, как мне кажется. У меня под видео всегда есть ссылка. Я, кстати, очень люблю наполнение коробочек, которые создают наши девчонки. Но мне вот приходят такие. Здесь интересная плотная кисть синтетическая. Попробую ее. Сейчас буду собираться. Как раз и воспользуюсь. Парочка бронзовых теней. Приятно, что нормальные оттенки. Потихоньку буду пробовать. Здесь же маска для ног. И я как-то пробовала корейскую. И вы знаете, ноги просто мягчайшие. Но мой муж подумал, что я сошла с ума. Потому что маски для ног для него это была абсолютная новинка. Здесь какой-то блеск для губ. Написано, что розовый. И он должен увеличивать губы. Скорее всего, смятый. Посмотрю чуть позже. Ой, класс. Здесь же Амаровича. Это венгерский бренд. Очень дорогой. И насколько я помню, коробочка стоит 15 фунтов. А вот эта, наверное, целых 100. И это увлажнитель для комбинированной кожи. Балансирующий. И последнее что-то. Маска. Антивозрастная. Хотелось бы что-то очень и очень питательное. Сейчас же ее сделаю. Иду принимать душ. Вот такое наполнение. Спасибо огромное. Я обожаю миниатюры. Но здесь видите и полноразмерное средство. Спасибо, что были с нами. Не буду загружать вас со своими посылками. Потому что мне постоянно что-то приходит. И для этого есть отдельные видео. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok